Ну вот, друзья, опять началось. Могу я услышать? Не могу я услышать? Главное дело, что они вот эту шутку юмора недопонимают, да, когда их начинаешь трогить, типа, откуда я знаю. Они не понимают, в чем отсутствие логики, почему я переспрашиваю. Ну, давайте послушаем этот ролик. В конце еще поговорим на эту тему. Алло. Алло. Здравствуйте, я могу услышать, Сергей Вадюшин. Я не знаю, можете, не можете. Сейчас вот слышно. 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2. Как со слухом у вас? Сергей Вадимирович, это вы? Ну да, это я. Да. Меня зовут Алсу Маратовна, инспектор управления по работе с проблемной задолженностью РФБанка. Звоню по поводу вашей кредитной карты, Сергей Вадимирович, у вас задолженность в банке за ноябрь-декабрь. Наташа, почему мои трусы лежат там, где должна футболка лежать? Извините. У вас задолженность в банке 19 тысяч 200 рублей. Скажите, до 17 января вы сможете погасить долг в банке? Ну, вряд ли. Вряд ли. А с чем связаны ваши сомнения в оплате? Вы не работаете? Все правильно? Что, сразу так, раз, не работаю, работаю. Но в данный конкретный момент надеваю нижнее белье на себя. Не работаете? Ну, в данный конкретный момент, если это можно назвать работой, то работаю, да. надеваю белье. По моему оплате, Сергей Владимирович, если вы до 17 января не сможете унести платеж, вы должны понимать, что банк передаст ваши данные в суд. О, наконец-то! Вот это! Кто будет с вами общаться? Кто будет общаться? Кто будет общаться? Ленинградской области, Сергей Владимирович, служба пристава. А какая, какой конкретно? Я просто очень многих знаю. Будет решение, что вы будете оплачены, какая конкретно служба пристава, какая... Ага, по месту жительства, правильно же, да? По месту жительства. Да, да, да. А в чем катастрофа? Наоборот, очень круто было бы. Я договорюсь с приставом... Да вы что ерундой занимаетесь, что такое имущество? Максимум 500 рублей в месяц. Ну и что? Ну максимум 500 рублей в месяц. Ну ищите денежные средства, продавайте имущество, ищите... Зачем? 500 рублей в месяц я легко изыщу для судебного пристава и буду платить на реквизиты судебного пристава, да и все. Это в том случае, если ваши... Кто там? Хомяки? Хомкредит? Накладывать арест на имущество. Ну а нахрена, если... Да послушайте, а зачем, если должник соглашается добровольно исполнять решение суда просто в рассрочку? Добровольно соглашается? Да. Когда добровольно, Сергей Владимирович, у вас нет денежных средств, вы не работаете? Да нет, есть такой термин исполнение решения суда в рассрочку. Судебные приставы очень, очень довольны, когда должника не нужно уговаривать, просто приходит должник, либо пишет, а перед этим подает заявление в суд о предоставлении той самой рассрочки, предоставляет необходимые документы, что ему нужна эта рассрочка, так как ему нужно жить, а не удовлетворять амбиции коммерческой структуры, да, и совершенно спокойно по 500 рублей в месяц, а то и по 100 рублей в месяц платит через судебного пристава. Через реестры судебного пристава деньги поступают непосредственно на судный счет клиента, а не на удовлетворение вот этих процентов и все такое. Тем самым создаются условия, когда банку выгодно отказаться от претензий. Банк забирает исполнительное производство, и это только в том случае, если банк подаст на человека в суд. А вы из хомкредита звоните, да? С хомкредитом? Я вас в начале разговора представилась, я звоню вам с Альфа-банка. А, с Альфа-банка. Не, ну Альфа-банк обычно подает. Альфа-банк подает. Просто мне только с хомкредита недавно звонили, поэтому я телефоновал. Сергей Вадимович, послушайте меня, пожалуйста. Да, конечно. Извините. По суду до 50% зарплатной платы переводится на кредитный счет в Альфа-банке. По поводу платежа, Сергей Вадимович, если у вас нет денежных средств, обратитесь к своим маме, к своим родственникам. Зачем? У меня нет официального дохода, я получаю зарплату в конверте. Ну хорошо, в таком случае служба креста вас трудоустраивает, это общественная работа, в гармонную плату. Да, да. Что за бред вообще? Ну, в числе федеральных законов... А как, как? Инструменты законные, как меня могут устроить? Вы сами себя слушали? Это федеральный закон. Какой закон? И что? Если вы не работаете, вы не работаете, вы будете вас трудоустраивать. Идите денежные средства, вы не работаете. Вы там наговорили, вы сейчас переслужаете, что вы наговорили, и вообще, когда грустно будет... Федеральный закон. Изучите... Да, я его знаю очень хорошо. Да, действительно, друзья, оно насмешило, так насмешило, и слилось, потому что, видимо, почувствовало, что ее саму куда-то там заносит, и она не выдержит собственного бреда, да, и наверняка запутается. Но, может быть, достойный выход в этом случае, в конкретном. Быстренько лучше сдаться, чем потом оказаться посмешищем. Устроить на работу судебный пристав. Друзья мои, сколько я лично знаю, этих судебных приставов, насколько я с ними общался, настолько я уверен, что они лишний раз пальцем не пошевелят ни в одну, ни в другую сторону, с точки зрения, либо в сторону должника, либо в сторону взыскателя. Им лишь бы поставить галочку и закрыть дело. И в чью сторону будет результатом, им глубоко пофиг, потому что у них такая рутина, такой бешеный завал работы, сейчас им еще тут тоже навалили с Нового года новых обязанностей, в частности, следить за корректностью работы коллекторов. Ну, то есть, встречался с судебными приставами с Нового года, они там бедные, половина увольняться собирается, половина вообще не знает, как быть, что делать. Хочу сказать просто, что действительно, вот эти вот пугалки, пугалочки, да, со стороны вот этих звонарений никогда не прекратятся, какие бы законы не выходили, то есть, ну, ничего не меняется, как вы уже поняли. Если кто-то не понимает, что происходит, пожалуйста, на нашем сайте, ссылочка на него, в описании этого ролика, есть четко рассказывается, как устроена работа кредитных юристов, то есть, нашей компании. При том, при всем, что его даже редактировать не пришлось на фоне новых изменений, действительно, там какие-то мелочи изменились, но они никаким образом не повлияли на нашу работу. То есть, алгоритм нашей работы остался прежний. И это все, собственно говоря, функционально, получаем мы тот результат, который нужен нашему клиенту. Пожалуйста, в описании ролика заходите там, ссылочка на наш сайт www.allian.ru и видео посмотрите. Кому интересно, также вы поймете, что, сколько стоит и как стать клиентом нашей компании, какие мы услуги оказываем, на чем мы вам можем помочь. Ну и, соответственно, ссылочка на нашу группу ВКонтакте, тоже не забывайте, там все ролики дублируются, это многим может показаться удобнее, чем через YouTube следить за нашим творчеством. Ну, конечно, лайки, подписка, это с вас, само собой. Желаю вам счастья, здоровья, финансового благополучия. На связи был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания «Аля». До свидания.